Приключенческий детектив Twin Mirror для студии Don't Note самая необычная игра. Здесь нет потустороннего, нет акцента ни на этнических, ни сексуальных, ни вообще каких-либо меньшинствах, а политики тоже ни слова. Просто удивительно, как они смогли сдержаться. Но может попытки в так называемую актуальность как раз и мешали им сделать свою самую лучшую игру? Я поиграл чуть больше двух часов предрелизную версию и сейчас вам все объясню. Подводка к основным действиям настолько заезженная, что хоть не рассказывай вовсе. Журналист по имени Сэм, герой этой истории. Два года назад он просто взял и оборвал все связи с родным городом Басвуд и его жителями. Лишь внезапная смерть лучшего друга заставила вернуться туда. Поселение настолько маленькое, что чуть ли не с каждым вторым у него есть какие-то незавершенные терки. Есть бывшая подруга, шахтеры точат на него зуб за расследование, приведшая к закрытию шахты. Дочь друга, у них тоже там долгие отношения, несмотря на то, что она совсем маленькая. Бывшая жена друга имеется, куча бывших же коллег. И все унылые, как обычные прохожие. Ей-богу, хоть бы анекдоты рассказывали, чтобы от их разговоров не так сильно уши вяли. Попали вы, конечно же, в типичную дотнодовскую Санта-Барбару. С выбором, который якобы на что-то вообще-то важное повлияет. Но потом заделанно дактивную историю все-таки появляется нормальной. Приехавший главный герой после жуткой пьянки просыпается и понимает, что делов он натворил таких. Ну, в общем, по классике жанра, опять же. Скандал, убийство и расследование. Все это все непременно будет. А как же? Он же журналист. В видеоиграх и в книгах это что? Обычный детектив. Они примерно тем же самым занимаются. Но заметных фишек у игры ровно две. Сюжетное то, что у нашего протагониста две, опять же, кукушечки. Ну, то есть сосед есть, который, знаете, я думал, он будет дичь творить, подначивать, спорить, ну, хоть как-то активно участвовать. Ну, по типу параметров дискоэлизиум. Но этот тоже унылый. Он как-то размышляет, предлагает варианты и ничем от основной личности не отличается сильно. Ну, и на кой пес он тогда в игре, в общем-то? Пока, судя по всему, только для визуального отображения и определения так четких моментов, когда нужно сделать важный сюжетный выбор. Ну, посмотри, чувак, у тебя есть пару вариантов. Либо так сделай, либо так. Выбирай. Если бы там было пять-шесть вариантов, и он как-то пытался сбить с праведного пути, было прикольно. А так, по-моему, не очень интересно. Потому что это получается ближе просто к рассуждениям персонажа. Просто визуализированным, опять же. Вторая — это чертоги разума. Отдельное виртуальное пространство, место, где маринуются все воспоминания и складываются части расследований. Работает это по типу других Донтноддовских изысканий на эту тему. Но чуть усложненное. На месте сначала собираем улики, а потом лезем к себе в чердак и выстраиваем не только последовательность событий, но и объекты, которые в них участвовали, меняем. На одном примере, который я могу показать, эта работа и так. Пришел в бар, обшарил все точки интереса, дальше меняются параметры в трех узлах. Где началась драка, где закончилась и с кем герой дрался в принципе. Он и этого не помнит. Это всегда создает самые интересные ситуации. Так вот, у каждого по три возможных выбора. Неправильно собрать нельзя. И вот это, кстати, было бы неплохой идеей, если ты что-то сделал неправильно из-за своих мыслительных процессов, которые тебя завели не туда. И это как бы что-то изменило в повествовании. Но нет, этого опять же нет. Просто собрал обычный пазл. Следующая такая штука, которую я показывать пока не могу, тоже с тремя узлами и тремя выборами. Количество комбинаций всего девять. Если ты даже не понимаешь, почему тот или иной выбор должен быть, просто угадаешь или переберешь. Ну ладно, идея внутреннюю борьбу превратить в сюрные экшен-эпизоды на разный лад вроде неплохая. Так что, может быть, и дальше у них что-нибудь такое припасено интересненькое. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok